Поле битвы Вьетнам Необъявленная война В начале 1962 года вертолёты, отправленные во Вьетнам президентом Кеннеди, совершили свои первые боевые вылеты против ФНО, Фронта национального освобождения. В ходе операции «Вертушка» вертолёты, управляемые пилотами американской армии, перевезли тысячи солдат Южного Вьетнама в район операции против укреплённого района ФНО под Сайгоном. Это стало началом совершенно нового этапа конфликта. С самого начала американские вертолёты коренным образом изменили характер боёв. Правительственные войска могли заставать повстанцев врасплох или отрезать им пути отхода после боя. Часто те паниковали, и их уничтожали при попытке отхода. В первые месяцы 1962 года армия Южного Вьетнама одержала целую цепь побед, сильно поколебавших психологический настрой ФНО. Использование вертолётов в наступательных операциях потребовало совершенно новой тактики. Это была сложная комбинация, в которой вертолёты и наземные части должны были быть чётко скоординированы. Но цель была проста — враг должен быть обнаружен, блокирован и затем уничтожен. Правительственные войска называли это «копьё и сеть». Позже это станут называть «поиск и уничтожение». Копьё и сеть «поиск и уничтожение». Операции по поиску и уничтожению обычно начинались с сообщений разведки об обнаружении подразделения ФНО. После этого ставилась задача отрезать противнику пути отхода. Если поблизости была река, блокирование осуществляли южно-вьетнамские катера. Пехота пешком или на технике выдвигалась вглубь района. Тем временем американские вертолёты, наполненные правительственными солдатами, встречались с теми штурмовиками сопровождения. После авианалёта или артобстрела высаживались десантники, начинавшие двигаться на противника на острие атаки. Оказавшись обложенными силами атакующих, вьетконговцы вынуждены были сражаться, проигрывая в силу превосходящей огневой мощи противника, во всяком случае так предполагалось. Постоянные успехи вертолётных операций, казалось, подтвердили, что подход, предлагавшийся американцами, был правильным. Теперь американские советники настаивали на более частых и крупных наступательных операциях. В июле 1962 года генерал Пол Харкинс, глава американского советнического аппарата в Сайгоне, доложил в Вашингтон, что в Южном Вьетнаме наблюдается огромный прогресс. Именно это хотел услышать президент Кеннеди, и в Белом доме испытали огромное облегчение. Там надеялись, что смогут вернуть всех американских военных домой к концу 1965 года. КОНЕЦ КОНЕЦ КИТАЙ Хо Ши Мино и лидеров Северного Вьетнама очень беспокоило значительное увеличение американской военной помощи югу. Не намерены ли США использовать боевые части, или, возможно, даже вторгнуться и на север? Они обратились за помощью к китайскому лидеру Мао Цзэдуну. Мао Льстила – роль лидера освободительного движения во всем мире. Он, к тому же, был намерен противостоять американской стратегии во Вьетнаме. Летом 1962 года китайский лидер обещал Хо Ши Мину существенную поддержку в партизанской войне против правительства Юга. Северный Вьетнам сразу же получил 90 тысяч дополнительных винтовок для Вьетконга. А поскольку американцы ничего пока не знали о решении Китая вмешаться в войну, они все еще были очень оптимистичны. Хотя ФНО не был разбит на поле боя, и только в 1962 году ему удалось напасть на 2500 поселений, программа умиротворения, призванная усилить правительственный контроль провинции, обещала значительный прогресс в деревнях. В рамках программы, координируемой Центральным разведывательным управлением, специальные силы США работали с племенными группами горных районов в центре Южного Вьетнама. Они укрепляли деревни и учили местных добровольцев сражаться с вьетконговцами в своих районах. Эта тактика включала устройство засад, ночное патрулирование и, прежде всего, быструю реакцию на вылазки партизан. Нерегулярные гражданские силы самообороны, созданные группами американцев, были очень эффективны. ФНО становилось все труднее открыто действовать среди населения. На своем пике эта программа охватывала тысячи деревень и сотни тысяч людей. Если действия в горных районах были исключительно американской инициативой, то южнее правительство Сайгона осуществляло свою собственную программу умиротворения. Программа создания стратегических поселений, проводимая при поддержке ЦРУ, подразумевала создание 11 тысяч поселений, способных защищать себя от вьетконговцев и усиление влияния правительства в сельской местности. Программа была провальной с самого начала. Вместо опоры на добровольное сотрудничество населения, правительство прибегло к жесткой политике насильственного переселения. Семьи переселяли нередко под дулом автомата, с их традиционных земель и от могил их предков. Средства, выделявшиеся на развитие, растаскивались коррумпированными чиновниками. Вскоре обитатели стратегических поселений стали считать их немного лучшим, чем тюрьма. Результатом стал массовый рост поддержки ФНО, обещавшего всеми способами бороться со стратегическими поселениями. Поселение Аптан Той в дельте Меконго рассматривалось южно-вьетнамскими военными как местоположение штаба Вьетконга, радиопередатчика и небольшого отряда. 7-я армейская дивизия по Совету Американцев решила его атаковать. Они не знали, что окажутся в ловушке. Южно-вьетнамскую армию сюда заманивали, чтобы ФНО впервые мог испытать свои возможности против милиции и десантных подразделений. Операция началась 2 января 1963 года. Соседние поселения Аптан Той и Апбак были вытянуты вдоль высокой дамбы и ирригационного канала. На этой прямой разместился целый 514-й батальон Вьетконга, усиленный местными бойцами. Всего около 350 человек. 11-й полк армии Южного Вьетнама высадился севернее Аптан Той и вступил в перестрелку с вьетконговцами. Тем временем оперативная группа гражданской гвардии, двигавшаяся с юга, вышла прямо на вьетконговский Апбак и была остановлена. По обоим поселениям были нанесены авиационные и артиллерийские удары, но вьетконговцы хорошо окопались. Резервная армейская рота высадилась с транспортных вертолетов, чтобы атаковать Аптан Той. Огнем из Апбака пять вертолетов были уничтожены. Далее сумбурный штурм Апбака предприняла рота бронетранспортеров, но была отброшена с тяжелыми потерями. Подкрепление десантников командование сбросило не в том месте. Это позволило вьетконговцам отойти и избавило правительственные войска от дальнейших потерь. Для вьетконговцев бой под Апбаком стал блестящей победой. Впервые они выстояли против вертолетов и бронетехники. Почти 400 южно-вьетнамских солдат было убито или ранено. Также погибли три американских советника, а вьетконговцы потеряли всего девять человек. Когда эта новость разнеслась по поселениям и деревням Вьетнама, боевой дух и популярность вьетконга возросли. ХАОС Многие годы президент Дием пополнял ряды правительственных служащих единоверцами-католиками, вызывая гнев в большинстве своем буддийского населения. С начала мая 1963 года начали шириться протесты. Дием реагировал жестко. Армия врывалась в храмы. Монахов, монахинь и священников арестовывали, а демонстрантов на улице расстреливала полиция. В июле студенты начали собственные массовые акции в поддержку буддизма. К осени 1963 года Южный Вьетнам начал погружаться в политический хаос. Поскольку акции неповиновения грозили стране катастрофой, армейские генералы, направляемые ЦРУ, разработали план свержения президента. Американские представители, раздраженные неудачами Диема, дали понять, что Вашингтон не будет противиться перевороту. Заговорщики выступили 1 ноября 1963 года, атаковав президентский дворец авиацией и танками. Генералы обещали Диему возможность безопасно уехать в изгнание. Однако в день переворота Дием был жестоко убит вместе со своим братом Нью, неустановленными убийцами. Три недели спустя, 22 ноября, в Соединенных Штатах, был убит и сам президент Кеннеди. Место Кеннеди занял его вице-президент Линдон Джонсон. Новый президент не знал, что хаос, который смел правительство Южного Вьетнама, позволил Хо Ши Мину увеличить поток людей и оружия для ФНО на юге. В 1959 году для организации маршрута снабжения вьетконговцев в Южном Вьетнаме с севера было создано спецподразделение армии Северного Вьетнама, группа 559. Дороги через джунгли юга оказались слишком уязвимыми для нападений правительственных войск, поэтому с помощью своих союзников, повстанцев из Патетлао в Лаосе и из молчаливого одобрения камбоджийского принца Си Анука, группа 559 стала осваивать приграничные районы вдоль Южного Вьетнама. Была создана примитивная дорога, вскоре названная Тропой Хо Ши Мина, с ответвлениями во Вьетнам по всей длине. К началу 1964 года тропа превратилась в секретную трассу в джунглях с убежищами, системой ПВО и постоянными гарнизонами вспомогательных частей. Тем временем, другое подразделение, группа 579, руководила доставкой людей и оружия в Южный Вьетнам по морю. В первые месяцы 1964 года ФНО резко активизировал кампанию, направленную на полную дестабилизацию Южного Вьетнама. Имея превосходство в оснащении, руководстве и подготовке, ФНО теперь атаковал большими подразделениями, до тысячи человек одновременно. Когда партизаны почувствовали победу и усилили натиск, 3 января в Сайгоне произошел еще один военный переворот. Министр обороны США Роберт Макнамара был отправлен во Вьетнам, чтобы придать авторитета новому лидеру, генералу Нгуэну Ханю. Но мало кто в американском руководстве надеялся, что Хань сможет быстро получить народную поддержку или вдохновить деморализованную армию Южного Вьетнама. По мере углубления кризиса во Вьетнаме давление на президента Джонсона с целью принятия жестких мер стало почти невыносимым. Многие из политических оппонентов Джонсона, включая сенатора-республиканца Барри Голдуотера, призывали к бомбардировкам северного Вьетнама и отправке американских войск на поддержку Юга. Комитет начальников штабов также настаивал на решительных военных действиях с целью надавить на Ханой. Джонсон с самого начала сомневался, что Соединенные Штаты могут выиграть войну в Юго-Восточной Азии. Он также считал, что ни Конгресс, ни американский народ не поддержат открытое военное вмешательство. Однако он согласился на негласные действия против северного Вьетнама, в том числе тайные бомбардировки экономических объектов и деревень вдоль границы с Лаосом. При поддержке американских кораблей флот Южного Вьетнама начал серию диверсионных рейдов на береговые объекты северного Вьетнама. Одна такая операция в августе 1964 года стала поводом для серьезнейшего столкновения между американцами и военным флотом северного Вьетнама. В Тонкинском заливе нараставший конфликт между Соединенными Штатами и Ханоем все быстрее принимал характер открытой войны. Ночью 30 июля 1964 года южно-вьетнамские командос напали на два маленьких северо-вьетнамских острова в Тонкинском заливе. Американский эсминец «Меддокс» судно электронной разведки находилось двумя стами километрами южнее с задачей при помощи электроники симулировать авианалет, чтобы отвлечь катера северо-вьетнамцев от командос. 2 августа три торпедных катера северного Вьетнама подошли к «Меддоксу» на большой скорости, ошибочно приняв его за южно-вьетнамское судно сопровождение. В последовавшем столкновении «Меддокс» потопил один из катеров, а самолеты прикрытия повредили остальные. «Меддокс» продолжал действовать, усиленный вторым эсминцем – Тернер Джой. Две ночи спустя, продолжая в плохих погодных условиях сбор разведывательной информации, капитан «Меддокс» доложил, что ему кажется, что их обстреливают и собираются атаковать. Как он доложил позже, никакого нападения не было. Возможность, что это второе нападение просто померещилось напряженным морякам при плохой погоде, в Белом доме не рассматривали. Через шесть часов после предполагаемого нападения президент Джонсон отдал приказ об ответных действиях против Северного Вьетнама. Американские самолеты бомбили две флотские базы. Также были разрушены основные нефтеразработки. Во время налетов американцы потеряли два самолета. Через несколько часов после американских налетов китайский премьер-министр Джо Эйн Лай призвал вьетнамцев готовиться к ответным действиям. Китайские авиачасти на границе Вьетнама были значительно усилены. Предпринимались лихорадочные усилия по укреплению противовоздушной обороны Северного Вьетнама. Одновременно с тренировочной базой в Китае вернулись во Вьетнам самолеты молодых ВВС Северного Вьетнама. В тот же день, когда северо-вьетнамские истребители начали действовать со своего нового аэродрома, в Вашингтоне был сделан исторический шаг. 7 августа 1964 года Конгресс США принял резолюцию по Тонкинскому заливу. Она давала президенту Джонсону право на любые действия, необходимые, на его взгляд, для защиты Юго-Восточной Азии. Теперь Джонсон мог использовать во Вьетнаме военную силу почти без ограничений. Армия Северного Вьетнама В Северном Вьетнаме нарастали опасения, что Соединенные Штаты намерены разместить войска на юге, а, возможно, даже и вторгнуться на север. США могли также решить бомбардировками стереть Северный Вьетнам с лица земли. Коммунистическому руководству оставалось только надеяться, что страх перед Китаем заставит противника задуматься, прежде чем совершать резкие шаги. Тем временем, смелый удар мог принести победу на юге до того, как американцы смогут вмешаться. Планировалось отправить армию Северного Вьетнама сражаться на юг. Ее снабжение было бы нелегкой задачей, но хорошо обученные и вооруженные армейские подразделения могли изменить равновесие. Целью было смести ослабленное южно-вьетнамское государство чуть больше, чем за год. Пока армия Северного Вьетнама готовила свои дивизии к проникновению на юг, ФНО усилил свою активность. Теперь одной из его главных целей было удержать Соединенные Штаты от более активного вовлечения в войну. В свете приближения выборов президента США напоминание американцам, что интервенция будет иметь свою цену, могло принести результат. 1 ноября 1964 года всего за два дня до выборов авиабаза Бьенхуа под Сайгоном была обстрелена вьетконговцами из минометов. Четверо американцев были убиты, 76 ранены, 5 бомбардировщиков Б-57 было уничтожено и 15 повреждено. Хотя нападение выглядело откровенной провокацией, президент Джонсон был намерен не совершать ничего, что могло бы повредить его шансам на выборах. Его издержанность к сторицей окупилась, когда 3 ноября 1964 года он наголову разгромил своего соперника, Барри Голдуотера. К тому времени советники Джонсона опасались, что Южный Вьетнам уже на грани развала. С 1 января по 7 февраля 1965 года вьетконговцы совершили ряд скоординированных нападений по всей стране. Они захватили и удерживали деревню Биньгия всего в 64 километрах от Сайгона, нанеся серьезный урон правительственным частям, отправленным против них. Всего около Биньгия правительственные войска потеряли 200 человек убитыми, а также 5 американских советников. Кульминацией боя стала засада, в которой был почти полностью уничтожен отряд элитных рейнджеров армии Южного Вьетнама. В Вашингтоне все сильнее ощущалась необходимость сделать что-то для спасения Южного Вьетнама. Хотя Джонсон сомневался, что бомбардировки Северного Вьетнама могли заставить его прекратить поддержку партизан, он согласился разрешить военному командованию разрабатывать крупную операцию. Тем временем предполагалось нанести ряд ударов в качестве ответных действий на возможные нападения вьетконговцев. Провокация произошла 7 февраля 1965 года. Командос ФНО атаковали американскую вертолетную базу и расположение советников в горах центральной части Южного Вьетнама. 9 американцев было убито и более 76 ранено. Джонсон приказал немедленно отреагировать и истребители и бомбардировщики американского флота нанесли удары по целям в Северном Вьетнаме. Всего через три дня после американских налетов случилось новое нападение вьетконговцев на американцев. На сей раз это была бомба в отеле Куинон, убившая 23 американских военнослужащих. состоялись новые ответные налеты и 13 февраля 1965 года президент Джонсон согласился на крупную кампанию под кодовым названием Катящийся Гром. Катящийся Гром должен был быть ограниченным, но долговременным наступлением. Ему тоже предстояло заставить Северный Вьетнам перестать поддерживать партизан на юге. Морская пехота С начала в операции Катящийся Гром командующий американскими силами в Сайгоне генерал Уильям Вестморленд стал все больше опасаться за безопасность баз, задействованных в кампании. Дананг, расположенный в очень враждебном окружении и охраняемый небольшим подразделением армии Южного Вьетнама, был особенно уязвим для нападений вьетконговцев. Вестморленд запросил два батальона морской пехоты, 3,5 тысячи человек, для размещения вокруг базы. 8 марта 1965 года батальон 9-й экспедиционной бригады морской пехоты высадился на берег в Дананге. Второй батальон прибыл позже, по воздуху. Задача морпехов должна была сводиться исключительно к охране базы Дананг. однако, еще при высадке войск генерал Гарольд Джонсон, начальник штаба армии, уже находился в Сайгоне, обсуждая прибытие других частей. Генерал Джонсон был назначен специальным представителем президента. Его задачей было получить от генерала Вестморленда и посла США Максвелла Тейлора сведения о том, сколько войск нужно, чтобы выиграть эту войну. на самом деле генерал Джонсон и его коллеги из комитета начальников штабов уже прекрасно знали, сколько войск им нужно во Вьетнаме. Комитет хотел во Вьетнаме три дивизии, примерно 70 тысяч человек. Эта цифра фигурировала в их плане обороны Юго-Восточной Азии оперативный план 32. Этот план готовился на случай вторжения в Южный Вьетнам со стороны Северян или Китая, в которое никто теперь не верил. Однако уже начали осуществляться на практике такие части плана, как строительство аэродромов, пунктов связи и так далее. Теперь большее количество войск могло быть размещено, как только президент отдаст приказ. поле битвы в Вьетнаму. Наступление Вьетхонга. Вьетхонга. В 1965 году президента Джонсона очень волновало мнение американцев. Он не собирался торопиться с отправкой подкреплений во Вьетнам. Он согласился еще на 3000 морских пехотинцев и 12000 вспомогательных войск для подготовки к дальнейшим переброскам. Но пока это был максимум, на что он был готов. 7 апреля 1965 года в университете Джона Хопкинса президент Джонсон предложил экономическую помощь Северному Вьетнаму в обмен на мир. Его предложение было резко отвергнуто правительством Северного Вьетнама. Две недели спустя Джонсон согласился увеличить американское военное присутствие во Вьетнаме до более чем 60 тысяч человек. Для создания видимости международной поддержки должны были прибыть и союзные части из Кореи и Австралии. Был ряд ограничений того, как американский командующий во Вьетнаме генерал Вестморленд может использовать вверенные ему войска. Они должны были действовать только внутри четко обозначенных анклавов вокруг своих баз. К неудовольствию Вестморленда все операции должны были быть строго оборонительными. Американская политика защиты анклавов скоро была подвергнута суровому испытанию вьетконговцами. Партизаны собирались развернуть массированное наступление. Эта кампания должна была нанести окончательный удар разваливающемуся государству Южного Вьетнама. Атака началась 11 мая с мощного штурма двумя с половиной тысячами вьетконговцев провинциального центра Сонгбе. После ожесточенных сражений внутри и вокруг города вьетконговцы отошли. Но только после того, как удерживали Сонгбе два дня. Вьетконг За нападением вьетконговцев на Сонгбе последовал ряд вылазок в нескольких километрах от Сайгона. Тем временем в горных районах американская разведка обнаружила элементы 325-й дивизии армии северного Вьетнама и признаки того, что на подходе 304-я дивизия. Вьетконг во всех центральных провинциях активность вьетконговцев была очень высокой, а близ Ба-Гиа они одержали заметную победу. 10 июня 1965 года Донгхуай, где был окружной штаб армии Южного Вьетнама и лагерь специальных сил США, был захвачен целым полком. Он отошел только после лихорадочных американских авианалетов. Масштаб нового наступления Вьетконга намного превзошел все, что могли ожидать как Южно-Вьетнамская армия, так и американцы. Лучшие и самые мобильные правительственные батальоны были разгромлены. За этой катастрофой последовали политические потрясения. Группа молодых офицеров объявила вице-маршала авиации Кае премьер-министром, а генерала Нгуэн Вантьеу президентом, открыто восстановив военное правление. После майского наступления Вьетконга американцам стало ясно, что численность противника намного выше, чем они думали. Это значило, что для того, чтобы выстоять против него, потребуется намного больше войск. Оценки того, сколько именно, продолжали возрастать, пока 7 июня 1965 года генерал Вестморленд не запросил у Вашингтона 200 тысяч человек. Пока Вестморленд ждал решения президента, он получил новые полномочия использовать войска более агрессивно. Ему не нужно было больше ограничиваться оборонительными анклавами, а можно было самому атаковать противника. 27 июня 1965 года генерал Вестморленд начал первую чисто наступательную операцию наземными частями США во Вьетнаме. Они вторглись на территорию ФНО северо-западнее Сайгона. Через месяц после начала наступательных операций президент Джонсон объявил, что во Вьетнам будут отправлены дополнительные войска. Он по-прежнему старался не увлекаться, но уже решил отправить 200 тысяч человек, о которых его просили. На следующий день первые части из состава подкрепления прибыли во Вьетнам. Операция Starlight По мере наращивания американских сил во Вьетнаме, шансы, что они будут атакованы, возрастали ежедневно. 5 августа взрывники ФНО проникли на нефтехранилище под Данангом и взорвали 9 миллионов литров горючего. Происходили также обстрелы снайперами и минометами, но главной опасностью оставалось широкомасштабное наступление, которое опрокинет американцев. Американцам требовалась четкая и своевременная развединформация о намерениях противника. Она поступила, когда дезертир из первого полка Вьетконга численностью около 2000 человек сказал, что его подразделение готовится напасть на базу морской пехоты в Чулай. Морские пехотинцы быстро разработали широкомасштабную засадную операцию в районе сосредоточения. Операция разрабатывалась в глубокой тайне. Эта операция под кодовым названием Starlight с участием 4000 человек стала первой для американцев операцией полкового уровня после войны в Корее. База морской пехоты в Чулай была в 24 километрах от группы деревень Ван Туанг. Между рекой Трабонг высотой под номером 43 и полуостровом Фенок Туан был укрепленный базовый район вьетконговцев. Там сосредотачивался для нападения на Чулай первый полк вьетконговцев, состоявший из 60-го и 80-го батальонов. 17 августа 1965 года рота М3 3-го батальона 3-го полка морской пехоты заняла позицию на блоке у реки Трабонг. На следующее утро остальные роты провели высадку на сушу, а еще три роты вошли в зоны высадки красную, белую и голубую. Морпехи продвинулись в красной и белой зонах, но около высоты 43, около голубой зоны, окопался весь 60-й батальон вьетконга, и прежде чем холм был взят, разгорелся ожесточенный бой. Упорное сопротивление вьетконговцы оказали и у поселения, которое американцы называли Ангкуонг-2. Но, получив подкрепление, морские пехотинцы смогли зажать вьетконговцев с трех сторон, прижав их спиной к морю. В операции Старлайт именно первые бои оказались самыми тяжелыми. Первые две роты потеряли в бою почти до трети людей. 29 были убиты и множество ранены. Но морские пехотинцы сообщили о почти трех сотнях убитых вьетконговцев. В следующие пять дней активные боевые действия не велись. Морские пехотинцы продвигались, а вьетконговцы, не выдерживая сокрушительного артиллерийского огня и бомбардировок, вели заградительные бои, пытаясь оторваться. Поддерживая наступающую пехоту, только орудия базы Чулай выпустили более трех тысяч снарядов. Еще полторы тысячи выпустили корабли. Поддержка с воздуха была столь эффективной, что иногда самолеты сбрасывали бомбы в 60 метрах от своих войск. В конце операции было заявлено о семистах погибших вьетконговцах. Американцы потеряли в боях 45 человек убитыми и более 200 ранеными. Морская пехота постаралась воспользоваться преимуществами своей победы в операции Starlight. Была проведена серия атак на сосредоточение сил ФНО вдоль побережья. Тем временем внимание генерала Вестморленда переключилось на горные районы. Там угроза исходила не от партизан вьетконговцев, а от вновь прибывших частей армии Северного Вьетнама. Именно с этими профессиональными и прекрасно подготовленными частями американцам предстояло вести следующее крупное сражение.